Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем делать зимнее панно. Для этого нам понадобится картон 20 на 30 сантиметров, мешковина, джутовая веревка и немножко бисера и бус. Я беру картон 20 на 30 сантиметров, я уже сказала, и мажу его клеем. Помазала клеем и прикрепляю вот такую вот мешковину. Приклеила. Немножко нужно время, чтобы она закрепилась. И потом ножницами обрезаю вот ненужные края, вот таким образом. Вот у меня получилась такая заготовка, основа моего изделия. Я в целях экономии времени уже сделала некоторые вот такие заготовочки. Я приклеила край, украсила вот такой вот ленточкой, бисером и клеем украсила верх моего панно вот такими маленькими голубыми бисерными бусинками. И у меня получилась вот такая вот заготовочка. Теперь я выбираю картинку. Я решила, так как у нас новогоднее панно, поэтому решила выбрать вот такую вот картинку и обозначаю, планирую свое панно, как оно будет выглядеть. Вот картинку сюда. Для того, чтобы она здесь закрепилась, конечно, его нужно клеем намазать. Еще для моего панно понадобится вот такой вот капрон. КОНЕЦ Немножко подсохнет. Еще я сделаю такие детали. Вот возьму мешковину, вот такой кусочек мешковины. Отрезала вот такие небольшие квадратики и также сюда прикрепила клеем бусинки, бисер. Вот мне понадобится два таких вот, две таких детальки. Вот я вот так вот прикреплю. Для нижней части я приготовила такие детали. Вот для этого мне понадобится джутовая веревка. Сделать вот такой вот диск или улиточку, можно так сказать. Я завязала узелок и накручиваю веревку джутовую вот таким образом. Приклеиваю. По краю, вы видите, еще косичкой можно украсить. Чтобы сделать такую косичку сплести, я тоже взяла три веревочки джутовых. Ну, я думаю, косички все умеют плести. И заплела косичку из трех веревочек. Таким образом. Так вот, чтобы она была красивой, можно потуже плести. Так вот, затягиваете, чтобы она была плотной, красивой. Получается вот такая косичка. Эту косичку я таким же образом прикрепила вот к краю этой детали. У меня получился такой диск. Украсила бусинкой. И теперь прикрепляю вот сюда. Еще такую часть я сделала побольше. Таким же образом. Я выбрала вот такую вот красненькую бусинку. И серединочку, я думаю, так будет уместно здесь ее так вот закрепить. Так вот, хорошенечко обмазали со всех сторон. И хочу вот так вот сюда ее поместить. Верхнюю пачком придавите, чтобы все скрепилось хорошо. Но это еще не все. Вот нижняя часть, она, видите, остается как будто пустой. Я сюда думаю... Еще мне понадобится такая круглая салфеточка. И нижнюю часть я картинки украшаю вот таким образом. Так, у меня еще есть такой квадратик капруна. Я его вот так вот прикреплю. Его можно весь не мазать, а только вот края и серединку. Будет достаточно, чтобы он держался. Такая веточка. И мы ее с белой ленточкой вот сюда. Но у меня еще есть вот такая деталь здесь осталась. Я ее специально приготовила, украсила бусинами. Я ее планирую сделать вот так будет у меня. Значит, сначала прикрепляю вот это. Субтитры сделал DimaTorzok Наш панно украшено лишнего... Ничему лишних деталей. Ну, теперь вот, если я его вставляю вот в такую вот рамочку... У нас получился вот такое новогоднее панно. Его можно подарить, можно повесить на стенку. Хочу пожелать всем хорошего настроения, положительных эмоций. Ну и, конечно, не болеть. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова